МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. С наступлением осени, к сожалению, мы все реже и реже будем прогуливаться по Рязанским улицам и паркам. Именно поэтому сегодня мы пришли в наше любимое кафе Старый парк. И, как обычно, мы расскажем вам обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Вот говорят, что театр начинается с вешалки. Мне кажется, что любой кафе начинается с зеркала, а осень начинается с выставок. Совершенно точно ты подметила. К примеру, недавно открылась еще одна выставка Маргариты Будылевой, картины которой могут согреть вас в непогожий осенний день. Имя Маргариты Будылевой знакомо многим рязанцам. Приехавшей в наш город 20 лет назад из Тбилиси, художница поражает разнообразием техник, выполнения работ и их тематикой. Жители нашего города имели возможность познакомиться с творчеством Маргариты Левкоевны. Ее выставки и персональные, и в тандемах с коллегами не раз проходили на площадках Рязанского художественного музея, Музей истории молодежного движения, Дома музея, Пожалостина. Сегодня же персональная выставка работ Маргариты Будылевой под названием «Испранная» открылась в выставочном зале Союз художников. Экспозиция включает в себя более ста работ художницы и, как всегда, поражает своим разнообразием. Здесь представлены и графика, и живопись, и коллажи, и даже куклы – одно из последних увлечений Маргариты Будылевой. Мне всегда был интересен мир искусственных, мир среды, который вообще человек создает вокруг себя, от архитектуры до самых мелких вещей. Но поскольку архитектура для меня слишком далекое, высокое искусство, то театры, кукольный театр, куклы – это все такие искусственные миры, которые всегда своей образностью привлекали. Интересна форма подачи этого вида творчества художницы. Практически все куклы Маргариты Будылевой помещают в определенную среду, можно сказать, своеобразный интерьер, благодаря которому кукла на выставке смотрится как часть единой законченной композиции. Мне всегда кажется, что куклы мне достают внимания в плане показа на выставках, их трудно экспонировать. И вот поэтому хочется что-то придумать для них. Да, например, есть вот куколка на фоне, значит, сделанном в раме, старое зеркало раньше там было. Вот такие вот вещи. Куклы присутствуют и в картинах художницы. Они становятся главными предметами изображения во многих натюрмортах. Причем излюбленной для Маргариты Левкоевны, по-видимому, является русская народная кукла, хотя на некоторых работах изображены представители западноевропейского кукольного мира. Любовь к русской культуре отражена и в целой серии сказочных картин. Назвать их именно так можно не только благодаря изображенным на них сказочным персонажам, чудесным птицам и затейливым узорам, но и благодаря необычной, если не сказать волшебной, цветовой гамме. Золотистый, нежно-коричневый, лимонно-желтый, теплый, песочный. Переплетение этих цветов рождают ассоциации с осенним яцем, тонущим в лучах нежного солнца. Но на создание этих работ Маргарита Гудылева вдохновила вовсе не наступившее время года, а драгоценный металл. Вы знаете, когда мне пришлось работать в золотом фонде в Грузии, и вот у меня это очень сильное впечатление произошло, вот эти золотые иконы, в которых краплены драгоценные камни, это что-то невероятное. Это резко в какой стране увидишь. А мне пришлось там работать, видеть каждый день эти вещи. Огромно, посмотрите, причем. Нужно отметить, что работы Маргариты Гудылевой разнообразны и по цветовому решению. Нежно-песочная гамма сменяется агрессивно-красной, ярко-голубые тона пастельными. Особый пласт работ художнице посвящен Грузии. Изображение запутанных улочек, уютных двориков – все это создает непередаваемую атмосферу родины Маргариты Левкоевны, в которой изначально и формировался ее внутренний мир. Вот эти работы, они, ну, настраивают на определенный лад. Вот у нее, у Маргариты, была выставка когда-то, и приоткрывая занавес, так она называлась. И вот здесь, мне кажется, вот это соответствие этому названию полное. То есть мы приоткрываем занавес некий в ее собственный мир. Потому что вот этот художник, он обладает даром сотворения собственного мира. Разные мнения о выставке были высказаны коллегами художницы во время открытия. Не обошлось и без ложки дегтя. Такая выставка, прям просто, просто все невиданное, все супер талантливое, все супер новое. Я не разделяю его таких восторгов, потрясающих. Ну, выставка интересная, художник интересный. Чего я, чего тут, ничего тут не откроют. Ну, тут есть такая вещь, все на грани, все на грани, все на грани. Ну, я думаю, что художники это понимают, о чем я говорю. И все-таки спасибо. Таким был ответ Маргариты Левкоевны Василию Колдину. Несмотря на отчетливо слышавшийся негатив, он отметил, что для зрителей эта выставка будет интересна. А ведь художник как раз для зрителей и творит. Работа Маргариты Будылевой – это ожившая сказка, которой сегодня так не хватает в нашей жизни. Так что от просмотра этой выставки зритель получит только положительные эмоции. Ирина, ты встретила свой день рождения в Санкт-Петербурге. Расскажи, как ты его провела? Ты знаешь, если честно, я абсолютно забыла о том, что у меня день рождения. И просто наслаждалась городом и культурной программой. Я в восторге от Санкт-Петербурга и от его дворцов, музеев. И там можно увидеть сокровища, которые принадлежали императорам и императрицам. Ну, ты знаешь, давай не будем расстраивать наших телезрителей. Ведь чтобы увидеть сокровища, не обязательно ехать в Санкт-Петербург. Можно просто дойти до Рязанского Кремля. С 11 сентября любой желающий, посетивший певческий корпус Рязанского Кремля, сможет окунуться в непередаваемую атмосферу древности. Выставка «Сокровище степей» из фондов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника впервые приехала в наш город. Как признали сотрудники нашего музея, ради того, чтобы следующим пунктом назначения в путешествии этой выставки стала Рязань, им пришлось вступить в конфликт с несколькими крупными музеями других городов России. Но эта экспозиция того стоит. В ней собраны уникальные предметы и произведения древнего искусства, обнаруженные в ходе раскопок на территории Ростовской области. Они знакомят нас с жизнью, бытом и культурой древних кочевых народов – сарматов. Это основное население нашего региона. Сарматы жили, вернее, в древние времена. Сарматы жили на территории между Доном и Волгой, где-то с 3 века до н.э. по 4 век н.э. на протяжении 7 веков. И поэтому, наверное, у нас собрана вот такая богатая коллекция. За многие годы существования музея вели раскопки на территории Азова, Азовского района. Основную роль в создании истории сарматов играют находки из погребальных комплексов курганных могильников. Ведь, как и все древние народы, сарматы верили в загробную жизнь и помещали в могилы умершего, его личные вещи и различные бытовые предметы. Правда, иногда для наиболее ценных вещей создавались специальные тайники. Дело в том, что еще в давние времена курганы грабили. Грабили сразу же. И люди об этом знали. И поэтому родственники покойного совершали вот такой вот обряд. Возможно, ночью под покровом темноты до совершения основного погребального обряда где-то в стороне делали такой небольшой тайник, куда помещали вещи, которые должны сохраниться и сопровождать потусторонний мир. Предметы из подобного тайника, обнаруженного на территории Азова в 80-е годы прошлого века, и составляют основную часть сегодняшней экспозиции. Всего в нем было найдено около 15 тысяч предметов из золота. Конечно, на этой выставке представлены лишь некоторые из них. Но сотрудники музея отмечают, что постарались отобрать самое интересное. Одними из самых ярких экспонатов являются фалары – украшения конской упряжи, выполненные из золота с использованием полудрагоценных камней. Фалары парные. В декоре одного использованы альмандин и бирюза, а в декоре второго использованы бирюза, альмандин и стекло. Но, тем не менее, у одного из фаларов вставки являются гемами. На альмандине видны резные изображения божеств. Основа этих предметов выполнена из бронзы. И пришлось реставрировать именно бронзу, так как золото, как выглядело 2000 лет назад, так оно сохраняется и до нашего времени. А для того, чтобы отреставрировать бронзу, эти предметы пришлось разобрать. И вот тогда совпал рисунок на агате. Вот вы видите очень красивый узорчатый камень. То есть это был один камень, который распилили, и потом уже сделали два предмета. Также на выставке можно увидеть различные бытовые предметы, античную посуду, оружие и украшения, некоторые из которых сделаны из золота и полудрагоценных камней. В жемчужиной же выставке считается реконструкцией погребальной накидки жертвенного коня, которая представлена здесь в виде мельчайших золотых бляшек тончайшей ювелирной работы. Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника и среды, до 10 ноября. Каких только выставок мы с тобой не снимали, в каких только музеях уже не были. А вот в музее РГУ не довелось нам ни разу побывать. Ну так я думаю, мы с тобой исправим эту оплошность. Прямо сейчас. В музей РГУ имени Сергея Есенина наша съемочная группа попала по случаю открытия выставки, посвященной столетию со дня рождения именитого ученого Василия Куршева. Василий Иванович занимал должность доцента и по существу стал человеком, который открыл астрономию как науку для рязанцев. Неуемная энергия, Василий Иванович, вот она позволила проводить очень большую работу среди населения. Конечно, наше население, тем более в те времена, плохо знало астрономию, плохо разбиралось в мире, в котором мы живем. Я обычно стараюсь не очень много говорить о научных заслугах Василия Ивановича. Это, ну, несколько специфично, если сейчас об этом говорить. Но самое главное, что Василий Иванович был невероятно активным пропагандистом астрономии. Он сделал огромное дело. Он поднял очень большое количество людей на занятия астрономии, на исследования в области астрономии. Его связи, знакомства, распространялись на всю страну, поэтому люди по его рекомендациям, в общем, ездили по всей стране и наблюдали. И наша Рязань среди педвузов страны выделялась ничем иным, как именно астрономии в то время. Отец прожил необыкновенную жизнь. Она была очень интересной, богатой событиями. Родился он в бедной крестьянской семье. Родители были едва грамотные. Так что ту тягу к знаниям, которая у него была, родители ему привить точно не могли. Вот какой-то самородок появился, который больше всего на свете любил учиться, любил узнавать новое. Действительно, он два раза в течение школьной жизни заканчивал год по два класса. И в 15 лет многие его ученики были старше его, но обращались к нему уважительно Василий Иванович. Вот моя память выхватывает фрагменты из тех рассказов, что отец мне говорил. Ну, например, я помню, что он был одним из первых пионеров Сибири. Был на слете в Москве, видел Крупскую. Постарше встречался с Будзионом. Тот приглашал его в свою армию, запевал. И у отца был прекрасный голос. Знал я о том, что когда отец был офицером погранотряда, у него была листочная встреча со Сталиным, которая продолжалась не 15 минут, как было запланировано, а 45. Благодаря Куришеву курсы астрономии ввели в учебных заведениях острова Кубы. Но наибольшую известность и признание профессору принесла его научная деятельность в области космической астрономии. Именно он разработал методы и средства оптических наблюдений искусственных спутников Земли. Созданная им школа спутниковой астрономии продолжает и по сей день работать на благо науки и обороны страны. Студенты других факультетов с гордостью осознавали, что у нас в нашем педагогическом институте, тогда еще был педагогический институт, существует совершенно уникальная для нашей страны лаборатория, оптическая станция наблюдения за искусственными спутниками Земли. Василий Иванович возглавлял ее почти 40 лет, без малого 40 лет. И также 40 лет без малого он отдал нашему институту, в дальнейшем университету. По инициативе Василия Ивановича был создан планетарий при Рязанском областном краеведческом музее. Благодаря Курышеву Рязанский университет долгое время был в числе лучших университетов страны в области изучения космоса. Эту планку РГУ держит и до сих пор, несмотря на полное отсутствие какой-либо поддержки. Скажем, купол телескопа, с помощью которого можно наблюдать космические процессы, не работает вот уже 10 лет. Ну вот, собственно говоря, и все, что мы хотели вам рассказать. Увидимся ровно через неделю в глидоскопе новых интересных событий. До встречи! Эксклюзивно! Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева. Торговый центр «Кристалл». Второй этаж. Телефон 992692. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова